Я приветствую аудиторию Якутского САХА информационного агентства национальной вещательной компании САХА. Приветствую нашего гостя в студии. Это Александр Лобанов, художественный руководитель, директор Государственного Академического Русского Драматического Театра. Добрый день, Александр Александрович. Здравствуйте. И приветствую также моих коллег. Это журналисты Эмилия Алиева и Туяра Алаас. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Александр Александрович, вот с таких вещей начнем. У нас сейчас очень много говорят о сложной экономической ситуации в стране. И вот эти различные суровые финансовые реалии как-то повлияли на развитие театра? Что-то, представьте, урезать, чего-то отказаться? Да, конечно. Знаете, тут на самом деле такая двуякая ситуация. Объясню, в чем это проявляется. Ну, первонаперво, конечно, с качком вот этим финансовым и так далее, с этими со всеми вот волнами, да, экономическими, к сожалению, очень сложно стало работать с постановщиками, которых можно было бы сюда привезти, да, на постановку. То есть позвать именитыми и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это с чем связано? Зачастую именно такие постановщики, режиссеры, художники, они работают у нас, исходя из валютной ставки. Вот, и цены, конечно, у нас, мягко говоря, прыгают. Но это один момент, да, это что касается именно, если брать вот творческую составляющую, если, опять же, ориентироваться на приглашенных постановщиков. Что касается, как себя зритель повел, да, именно вот на этот период, ну, могу сказать то, что исторически уже так сложилось, что когда какой-то происходит кризис, то народ, он как раз вот требует зрелищ, да. То есть, наоборот, идет такая волна, именно зрительская, на посещении. То есть спектакли, в принципе, у нас проходят с довольно-таки большим зрительским интересом. Это с чем связано? Мне кажется, наоборот, люди, когда такая сложная ситуация, они отказываются от таких культурных... Вот, вот, как раз вот и нет. Вот, видимо, вот с этим-то и связано то, что, видать, нужно отличиться людям от каких-то вот проблем, вот этих вот рабочих, я не знаю, там, кризис, он все-таки определенные вещи делает, вот, опять же, скажем так, да, 50 на 50. То есть, то, что касается вот моей практики, да, у нас, наоборот, именно в период кризиса народ начинает больше ходить, именно выходить вот на... В театре посещать там, я не знаю, какие-то концертные какие-то вещи, да. Ну, это то, что есть. Если говорить о каких-то больших глобальных планах, именно вот там, ну, допустим, в театре там какие-то перемены, то есть, требовались там какие-то финансовые вливания, да, ну, естественно, тут пересмотр произошел, так как мы, республиканское учреждение, в любом случае, пересмотр произошел и финансирование и так далее. Но сказать, что это как-то бьет по карману работников театра, да, или же мы в чем-то нуждаемся так, что вынуждены в чем-то отказывать себе, нет, такого нет. Но, опять же, это зависит от руководства, то есть, как работу вы поставите, какие планы, какие планки себе поставите, наметите, пока мы и будет. Говорить то, что вот мы там хотели что-то такого, а у нас ничего не вышло, я не скажу вам. В принципе, мы работаем по расписанию, работаем по плану. Поэтому, сегодняшний, скажем так, день, да, это у нас идет преддверие юбилейных как раз мероприятий, которые состоятся у нас в мае месяце, да, по не так давно доказанным сведениям, чисто историческим, документальным, театр исполняется 125 лет. Вот, соответственно, будет и постановка очень грандиозная, так как у нас Пушкинский театр, наконец-то у нас будет Пушкинское номинование. Ну, сейчас, в данном случае, идет постановка сказки, да, у нас вновь в расписании будет, в репертуаре, то есть, сказка о царе Салтане. И буквально через пару месяцев появится «Капитанская дочка». Собственно, премьеры, которого мы и хотим отметить, юбилей театра, но еще, помимо всего прочего, будет еще много всевозможных показов и так далее. Мне вот очень приятно, на самом деле, слышать, потому что от друзей и стилистов слышу о том, что в парикмахерских, наоборот, сплошной идет упадок, а люди, оказывается, все идут в театр. Это очень здорово, но я тут хотела бы лирическое отступление позволить себе, да, потому что до того, как Александра Александровича назначили на пост директора театра, до того момента, я знаю, что театр русский оказался на рубеже такого нерадостного будущего, да, и вот Александр вздыхает, да. И именно, кстати говоря, Александр в тот момент стал один из таких мужей от русского театра, который вот заявил, ну, культурно очень, о том, что он готов взять ответственность за театр, да. И первое, что, по-моему, это было сделано, это ремонт, да. Я знаю от актеров, что Александр… Что за рубеж вот это? Ну, сейчас, если он захочет, он расскажет, да. А я про то, что, когда был сделан театр, вернее, вот это хорошее вот это содержание, да, когда вот проделан вот этот огромный хороший ремонт спустя десятилетия, да, не помню, что за постановка была, я, значит, прихожу в театр, думаю, дай-ка схожу там, значит, открытие, схожу-ка я с мамой культурную вылазку устрою, да, я прихожу в театр, мне говорят, там, билеты стали, по-моему, на порядок дороже, но это ладно, мне сказали, что на все два дня билеты все распроданы. У меня это было, ну, я подумала, что это очень, наверное, хороший маркетинг или что. Вот сейчас мне хочется спросить, после такой похвалы объективной, да, оценки со стороны, а какой вот сейчас проделанной работой на сегодняшний день, да, вот, вы гордитесь? Или еще рано подводите? В одном вступлении столько всего. Ну, просто, ну, на самом деле, ремонт, да, ремонт был сделан. Сделан был в 12-м году, как раз, когда у нас проводились юбилейные мероприятия, как раз в состав, вхождение в состав... Российской Федерации, да, Якутия. Вы так сразу-то и сходу-то и не расскажешь. Дело в том, что, на самом деле, за этот период, получается уже... Ой, не соврать бы. Ну, больше пяти лет, по-моему, прошло. Да какой, не пяти лет уже, уже лет восемь, а то и девять будет с того момента. Конечно, работа архи была сложная, потому что, действительно, когда... А всего того, что я, в принципе, работаю с 96-го года уже как дипломированный специалист, да, а до этого мы с 92-го года уже начали работать на сцене театра. Конечно, я помню, в каких условиях мы работали, то есть, когда, действительно, стенки, они просто сыпались в здании, да, когда выгребут, подмажут, какие-нибудь, там, я не знаю, фанельками, панельками какими-то закроют, и оно дальше там продолжает сыпаться, там и грибок развиваться. Это все было, действительно. Вот, конечно, это было очень страшно. Ну, и помните, наверное, если отмотать определенное количество времени, когда зимой, ну, находиться в театре было очень сложно, было очень холодно. Казалось бы... Это 2000-е годы, по-моему, было, да? Да, это уже было 2000-е годы. Ну, по крайней мере, до ремонта, даже до ремонта мы еще какие-то там еще работы проводили с отоплением, пришлось там кое-что нам поменять, и до ремонта мы что-то уже сделали, конечно, какие-то шаги были, чтобы уже, ну, зритель как минимум себя более-менее комфортно чувствовал, да? А после ремонта, ну, в принципе, уже все, уже, уже все нормализовалось, и, наконец-то, у нас вентиляция заработала, которая не работала ни разу, даже со времени ремонта, с 89-го года, да, когда восстановили театр после пожара. Ну, на самом деле, я думаю, то, что... Просто почему? Думаю, потому что был непосредственно участником фактически всего этого ремонта, когда все разбиралось, когда все собиралось, когда все по-новой, все это приходилось готовить и так далее. Был период, когда восстанавливали, ну, помните, да, это как раз конец какой-то у нас, 86-го начали, да, в 89-м сдали. То есть как раз, когда небольшая была смятица и в истории государства, да, соответственно, здесь тоже были проблемы у нас и с завозом, то есть и с материалом и так далее, и так далее. Когда, конечно, на отоплении стоит труба гораздо шире, нежели там должна стоять, естественно, на нее уходит максимальное количество теплоотдачи, да, она спрятана где-то и так далее. Ну, вот это к тому, что очень сложно было, видать, в тот период отремонтировать наше здание, и когда, может быть, тоже помните момент был, когда ступеньки на второй-третий этаж были одна выше, другая ниже, и когда был нарезан просто мрамор, и из того мрамора, который был нарезан, просто лепили и все, да, ну, по-другому не скажешь. Когда снимали гипсовое покрытие, допустим, с потолка, а под ним просто языки вот как вот шли, вот, и вот это вот пепел, вот он все просто на месте так и осталось. Ничего, ничего этого не убиралось. Такое ощущение, что, да, сверху просто взяли, намазали, прилепили плиткой и положили в рай, как мрамор и так далее. Вот это такое состояние было у театра. После чего, конечно, там в течение десяти месяцев буквально мы провели огромную работу по ремонту, ну, и театр, какой он сейчас, в принципе, вы можете увидеть, зайти. То есть все, что касается стен, инженерных каких-то вещей там, электрики, отопления, все это давно переделано, вернулось именно в то состояние, какое и должно было быть, чтобы встречать зрителя, да, это одна история. Вторая история, это то, что был момент, да, когда у нас очень сложные времена наступили в театре, когда у нас Иван Иванович Подоницин еще в меру своей возможности исполнял обязанности директора. Это, конечно, тогда было очень сложно, это и момент с постановщиками, с режиссерами очень сложный был. Это был и с, да, вообще с кадрами, и с актерами, и вообще с персоналом. В принципе, Иван и сейчас этот момент есть, но как-то мы уже им более-менее как-то занимаемся, он так под контролем находится, и, в принципе, каких-то таких сильных плачевных пробелов у нас на сегодняшний день нет. Но тогда действительно и билеты стоили дешевле, чем в кино сходить, да, было такое на самом деле. Но с чем это связано? Ну, с руководством. В любом случае это все идет от руководства, конечно же. То есть как вы решите свое развитие в дальнейшем, то есть к чему вы стремитесь и какого уровня вы хотите добиться, то от этого будет уже и зависеть, как говорится, и восприятие зрительское, да, то есть людей, которые непосредственно посещают ту или иную ТЗО. Вот и все. Конечно, был взят материал продуманный, то есть нам было интересно брать уже материал, который был аплодирован, допустим, где-то в других регионах, да, я имею в виду конкретно произведения какие-то, да, конкретно каких-то постановщиков. Мы с ними проработали, воссоздали те же самые произведения у нас на сцене. Где-то спектакли получились лучше, хуже точно не было, потому что все зависит еще от пластилина, от актеров, вот. Ну и в дальнейшем получается то, что и качество, и именно предлагаемого спектакля гораздо улучшилось. Это один момент, да. А второй момент, естественно, появилась и зрительская аудитория гораздо больше, да, нежели была. Потому что, ну, посещаемость, мягко скажем, была на низком уровне. Это по всем параметрам было, потому что при постановке любого спектакля, в принципе, да, берутся небюджетные средства, то есть те финансы, которые зарабатывает сам театр. Есть определенная доля, именно которая финансируется и заложена в бюджете, она есть, но, к сожалению, это, ну, если проще на пальцах сказать, да, ну, допустим, если у нас шесть спектаклей обязаны в постановке, да, в течение года быть, то вот фактически только один спектакль финансируется за счет госбюджета. А, ну, понятно, что меценатов, спонсоров, тех людей, которые вкладывают их, наверное, у нас нет. Нет, мы их указываем, они у нас есть, и такие тоже имеются, и слава богу, что такие есть. Потому что, на самом деле, конечно, вот опять же, если переходить, вернее, возвращаться к первому вопросу по поводу кризиса, конечно, те, кто очень хорошо стояли на ногах, они и сейчас помогают, да, те, кто на какой-то волне были определенные, да, они, ну, как бы отсев произошел, то есть их сейчас не видно, не слышно, вот. Но есть несколько бизнесменов, которые до сих пор нам помогают, являются меценатами театра, мы их стараемся отмечать тоже всячески. Такие люди, слава богу, тоже есть. У меня такой вопрос, да. Мне очень понравился ваш подход именно вот к тому, что вот открылось у вас заведение Онегин, да, вот, Скрипино. Да, это очень даже хороший такой маркетинговый ход, я думаю и считаю. То, что, конечно, первое время это было странно, то, что рядом с культурным заведением, да, вот, это театр, рядом какой-то, как бы, ресторан, усилительное заведение. Но на самом деле, я думаю, это он, то, что оно сыграло какую-то долю, в любом случае, для привлечения, наверное, аудитории. И стало более близким для молодежи, да, наверное. Вы не совсем однозначно восприняли это открытие. Ну, вы даже наверняка помните какие-то публикации, комментарии по поводу, да. Я не писала на меня. Ну, нет, 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 я вообще, ну, общий вопрос, поэтому, конечно, я думаю, то, что, скорее всего, да, конечно, то, что это было неоднозначно воспринято, даже по отзывам. Конечно, кто-то привык вот к тому кафе, который был там в 80-х годах, все вот это. Ну, произошел ремонт театра, да, театр, он получил определенную, скажем так, уже вот свою форму, свой стиль, какой он и должен был обладать изначально. Но ввиду того, что не было финансирования, да, не было вот нужного подхода ко всему этому, да, вот он немножко у нас как-то так вот, как, я уж не помню, кто-то из, кстати, из руководства республики и вечно приходил, говорит, о, ну, здравствуй, старик, русский театр. Вот фактически вот такой подход и был, да, и сейчас, да, один из старейших театров на самом деле, да, причем не только у нас в республике. Но сейчас народ приходит, он уже не в валенках, он там ходит, он надевает вечернее платье, да, мужчины стараются одеть там пиджачки, костюмы, фраки. Сейчас появилась как раз вот та вот эстетика, какая и должна быть в театре, в академическом. И слава богу, то, что эта тенденция, она только, ну, растет, да. Если брать, опять же, возвращаясь к Онегину, я считаю то, что исторически так сложился традиционно. Женщины идут в зал, мужчины, и под это специально женщины, как бы даже они не препятствуют этому, идут, выпивают 50 грамм коньяку, ну, может быть, шампанского какое-то настроение, да, и потом. Но это нормальная история. В театре всегда при театре были вот эти вот ресторанчики, да, они должны быть. Другой вопрос, то что вот у нас напрямую, у нас не было такой возможности взять и самим заняться, вот, организовать. Слава богу, то, что есть вот такие вот рестораторы, которые берутся, мало того, что берутся, они вкладываются во все это. Потому что, ведь это вот один из тех примеров, когда вот частное государственное партнерство было впервые. Хотя мы много чего потом еще там получали, там столько палок отовсюду было, это не без того, как бы, ну, всегда нужное, хорошее дело, но почему-то оно встречается вот сначала вот негативно. Но, тем не менее, ведь никто же не говорит о том, что вот, допустим, если вы были перед фасадом, если смотреть на фронтон театра, да, то есть есть вот аллейка, где у нас памятник Пушкину, да, незабвенные слова, как обычно, да, и с левой стороны вот здесь сейчас находится Онегин. Вы вспомните, отмотайте просто, ведь там вообще инфраструктуры как таковой ее вообще не было, да, то есть там было что-то там свалено, там какие-то кусты, что-то стихийно посажены, там трава росла и так далее. Сейчас-то облагороженный сквер, то есть и там и брусчаточкой все выложено, и фонарики есть, и вход, все оформлено, то есть какие-то насаждения там сделаны, да, то есть ландшафтный дизайн какой-то. Это все делал, то есть сам ресторатор. Ресторан тоже его же рук, то есть они вкладывались во все это. Сейчас они работают, и работают, на мой взгляд, неплохо, потому что, в принципе, есть и какие-то предложения, есть сейчас и вечера тематические, то есть, и это не какой-то там безбашенный там рок там или еще что-то, да, то есть это довольно кистилизованное учреждение получилось, причем неплохое. А для нашей стороны, опять же, у нас площадь, которая у нас стоялась, не использовалась, она приносит доход непосредственно театру, опять же. Оно бы стояло еще много лет, никто бы как бы и пальцем не ударил, да, но театр, если вы обратили внимание, если они так давно были, да, он не окружен какими-то там рекламными там счетами, да, у нас только афиши стоят, он не окружен какими-то киосками, да, продающими что-либо. Но все так или иначе, оно обусловлено, именно эстетика театра, все. Вот многие как бы говорят, что главная проблема русского нашего театра, то что нет главного режиссера постоянного, то есть люди временные, и вот это с чем связана такая-то кадровая проблема, никто не хочет ехать сюда работать? Ну вот у нас все вопросы, они завязаны один на другого. Я уже говорил то, что очень большая проблема именно с кадровой политикой у нас здесь, да, ну фактически, как обычно, дело утопающих, рук самих утопающих, да. Нет, это не значит, что мы не ведем никакой работы. Работа ведется, и сейчас, в принципе, есть у нас и свои режиссеры, у нас нет главного режиссера, да, о котором везде, просто куда ни приду, вот просто мне сразу же. Вы знаете, дело в том, что вы, ведь на этом месте должен быть человек, которому бы можно было доверить весь театр, да, всю труппу работы в театре. Понятно, что художественный руководитель, да, он все равно как-то отслеживает все, то есть какой материал и так далее, и так далее. Но ведь это не должен быть человек просто взятый, вот, к сожалению, вот очень много кандидатур, в частности, вот за последний год, да, мы отсматривали, приглашали на постановки, ставили они у нас, все, ну вот не наше, вот. Хотя, да, с перспективы на то, чтобы они в дальнейшем приехали и возглавили труппу, и могли уже работать, да. Те, которые могли бы однозначно, ну, извините, там есть, опять же, недалеко будем отходить от кризисной ситуации, да, планка такая завышенная, которую мы даже на сегодняшний момент, хотя, в принципе, я считаю, что на сегодняшний момент театр вполне может себе много чего позволить, уже, да, все-таки более-менее как-то, ну, уже твердо стоим на ногах. Даже вот с этим учетом очень сложно привести хорошего режиссера. Своего вырастить не получилось. А мы сейчас занимаемся этим. Как раз вот буквально два дня как назад мы запустили уже в работу документные все дела. У нас ребята будут учиться и посмотрим, может быть, действительно вырастет, действительно главный режиссер очень хороший. А вот кто решает это, что не наш режиссер, коллектив или директор? Или директор советуется с коллективом? Вот, может быть, вот последнее, оно большее. Ведь вы поймите такую вещь, да, ведь нельзя взять просто, привезти варяга, да, вот, знакомьтесь, он у нас главный режиссер. Нет, всегда привозя режиссера, ты сначала его проверяешь на конкретной работе. То есть я ему там даю постановку, допустим, да. А сам уже смотрю, то есть какое его отношение непосредственно к работе, да. То есть как он общается с актерами, с работниками цехов всевозможных, да. Как он... А как вот он должен общаться с актерами, чтобы соответствовать... Актеры должны быть заражены работой. Понимаете, когда вот есть вот режиссер, который раз, и все, и народ идет, и они не ждут, когда это быстрее все закончилось, да, когда бы ты уехал уже, все оставил на спокое. Такие моменты тоже бывают, не без этого. Ну, это жизнь, это нормально, это, по-моему, везде. Это творчество. Да, а вот именно когда раз, и зажег, и идут, и работают, и готовы и допоздна работать, и сверхурочные, и так далее. Как показала, опять же, практика и история, да, режиссер, главный режиссер, он прежде всего должен быть... Ну, лидером это, безусловно, в своей области, да. Но он еще должен за собой повести именно вот труппу, работу. Конечно, бывает там вот один-два, но все равно там наперекор что-то будут там, а вот мы вот так вот, а вы вот так вот, да. Это же по жизни, это всегда это было, есть и будет. Но, конкретно, чтобы вот человек действительно был наш, и устраивал по всем параметрам, и по финансовым, по каким-то социальным условиям, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, пока вот в поисках мы находимся. Но, опять же, сказать то, что вот мы испытываем прямо какую-то большую, какую-то проблему в том, что на данный момент у нас сейчас нет главного режиссера, да, это тоже сказать нельзя. Это тоже 50 на 50. Почему? Потому что, прежде всего, ну, вы знаете то, что у нас большую часть занимает молодежь, труппы, да. А для молодежи самое главное – это шаги вперед. То есть, не так вот, я вот вышел там, имею там диплом, не буду говорить какого, любого учреждения, да, театрального. Вот, и я дипломированный специалист, все. Да, ну ты пластилин в данный момент. То есть, вот каждый режиссер, он работает в своей стивистике, да, то есть определенный жанр у него есть, который он берет. А зачастую актеры, они имеют определенный багаж. Вот он, вот я вышел дипломированный специалист, да. Да не только у актеров, это у всех абсолютно. Так вот, чтобы он развивался, вот как раз и есть плюс в том, что он имеет возможность работать с разными режиссерами. У него есть возможность, допустим, выезжать на фестиваль и смотреть, какой уровень у нас сравнивать, да, какой уровень у других учреждений, да, и так далее. То есть, вот рост он должен быть. Это есть определенный плюс в этом. Конечно, скажите то, что, ну, ладно, ну, приглашайте там режиссеров, да, главный же он может быть, вот он есть и все, как бы, да. Согласен, но на данный момент пока именно по всем тем критериям, которые бы хотелось бы, чтобы были у главного режиссера, да, пока, к сожалению, мы такой кондитуры не видим. Вот я сразу уточню насчет варягов. Вот вы, наверное, следите за тем, что происходит у ваших коллег в других театрах. Вот театры, оперы, балеты, почему сложилась такая ситуация конфликтная? Вот это как-то связано с тем, что... Связано, конечно, безусловно. Понимаете, в чем дело? Театр, оперы и балета, ведь на самом-то деле, эта история не сейчас вот произошла, да, и вот это вот все вот назрело. Она происходила давно уже, просто назревала, и в итоге вот вылилась в то, что мы сейчас имеем, да. Там сам по себе очень сложный коллектив. Почему? Потому что есть оркестр, есть балетная труппа, да, есть опера. Мало того, еще в опере есть солисты, есть хор, ну и так далее. Там изначально, конечно, должен быть, скажем так, руководитель, который мог бы, во-первых, быть, ну там, я просто не знаю, там нужно такую дипломатию иметь, да, чтобы вот это все связать вместе, и как-то, чтобы не было там каких-то вот проблемных ситуаций, конфликтных, чтобы их можно было вовремя погасить и перевести, как говорится, направить энергию в нужное русло, да. Но, к сожалению, вот у нас там из-за чего проблема-то и сложилась, то что руководство зачастую, ну, оно не хочет вступать в диалог с своими сотрудниками. К сожалению, это есть ситуация. Есть ситуация вот в части варяга, как говорите, да, она, она и не могла не быть, потому что до этого момента уже создалась, ну, скажем так, вот даже вот мы в четвером сидим сейчас, да, и у нас у каждого есть свое мнение, правильно? Это хорошо, если мы на одной волне. А ведь мы можем, допустим, вот мы вдвоем об одном думаем, вы совсем о другом, и вот у нас здесь уже начинается конфликт, да, то есть вот на ту или иную ситуацию мы смотрим с разных точек зрения. Вот фактически там сейчас есть такая как раз проблема, но ее бы можно было бы решить, если бы на главном месте была именно работа театра. Там зачастую просто идут личные амбиции, ну, а так как они дальше не идут, они не проговаривают, не идет диалога, они так и приведут именно вот ситуацию, только будет ухудшаться на самом деле. А как насчет диалога в русском театре? Потому что вы-то не простой директор, вы же актер, вы же человек, который вот вчера дружил, а сегодня стал руководителем... Ну, это не значит то, что я бы перестал дружить. Нет. Вот как раз... Как этот баланс... Слава богу, на самом деле, я вот честно говорю, слава богу, без всякого, что у меня не так много подчиненных, честно скажу, да, потому что я вот, опять же, если брать предыдущий вопрос, у меня вот руководство оперы и балеты, конечно... Ну, я бы не хотел в такой ситуации оказать, честно скажу. Ну, мало кто хотел бы. Да. И как они будут решать все это? Очень сложно. Опять же, без, скажем так, резания по-живому, да, там не обойдется, это понятно. А ведь гениальные есть актеры, работники, как угодно, скажите, да. Их как раз и жалко, то, что вот не могли найти вовремя общий язык, очень сложно. Я вот сейчас, именно прерогатива у меня такая, что стараюсь общаться без разницы, там, это актер или там кто-то из цехов работник, там, администрация, или там даже со зрителем общаюсь на разные темы. Не без того, потому что нужно понимать, если конфликт назревает, то нужно его сразу же, ну, то есть решать. Не так, чтобы он у вас разросся, да, и потом не понять, чтобы получилось. Существует очень много проблем, ну, я понимаю, что есть личные моменты, да, есть рабочие моменты. Нужно не отмахиваться от них, не ставить стенку, да, а нужно как раз вот стараться их решить, ну, естественно, чтобы было приятно и то, и другое старание. Ну, по крайней мере, так, чтобы где-то так симметрично, да. Если брать просто вот, ну, как бы это ваши проблемы, идите, занимайтесь, да, это тоже неправильно. Неправильно для того хотя бы, потому что вот тот человек, с которым ты общаешься, говорит, иди своими делами занимайся, он может какой-то момент, когда тебе нужно будет именно вот в работе, в процессе, да, он может сказать то же самое и тебе, по сути, и он имеет на это полное право, несмотря на то, что он подчинен, и все, ну, он не будет тебе просто в лоб говорить, да, ну, смолчит или где-то какой-нибудь пакет сделает. Ну, все мы люди, все мы люди. Это же получается, что на тележке он будет выдвигать свои личные амбиции, о которых мы уже сказали. Но, ведь не так же, вот, я понимаю, что сейчас вопрос стоит в том, что, ну, сели и поехали, верхом, грубо говоря. Нет, ничего подобного такого не будет. Почему? Потому что, конечно же, всегда на первую, прям вот так, очередь, на первое место ставится именно работа театра. Понимаете? А театр, он сам по себе ведь работа всего коллектива. То есть, если какой-то механизм где-то что-то отказывает, да, то, что полностью вся машина, она и встала, да, а из-за какой-то там ерунды, мелочи. Вот, чтобы вот эти вот мелочи вот вовремя, как-то, я не знаю, там, проводить с ними беседу, грубо говоря, профилактику, да, нужно вовремя это все делать, узнавать, видеть, общаться. Вы часто приглашаете, как бы, из других театров режиссеров, а с актером как? Вы приглашаете звезд, может быть, или намечается такое? Вообще это нужно, театр? Ну, конечно, нужно обязательно. Ну, далеко ходить не будем. У нас в прошлом сезоне, по-моему, я не знаю, кто только не трубил, что все, все уезжают, труппы разваливаются, что молодые туда-сюда, там, на ПМЖ, там, тут на съемки, тут там еще что-то попробовать хотел. Но в итоге, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас уехал только один актер, все остальные на месте. Это к тому вопросу, как раз, как мы ведем работу. Нормально ведем. То есть, мало того, что все на месте, у нас пополнение, не соврать бы, порядка шести человек еще. Это и выпускники и щуки, это выпускники и щепки, в том числе, да. Вот. Есть ребята, которые еще учатся. И наши тоже, агики тоже ребята пришли. И, то есть, сказать то, что вот мы не работаем, не принимаем, там, не ищем каких-то новых интересных, там, проектов и так далее, такого нет. Вот сейчас у нас произошло пополнение труппы в этом сезоне, и эти ребята все уже работают. Они, в принципе, все уже не просто сидят, ждут, да, когда же. Они все в работе. И есть, конечно, где-то у нас какие-то провалы, я имею в виду, именно по работе, да, не все так ровно. То есть, кто-то больше занят, кто-то меньше. Ну, это естественно, потому что есть определенные амплуа актерские, которые либо востребованы, либо берутся, так как бы, ну вот, в этом спектакле вот он есть, но в другом нет просто такого. Вот. А то, что палитра это должна быть, и то, что мы должны иметь возможность, в принципе, брать любой материал, и ставить его очень вкусно, и чтобы зрителю было интересно, это нормально. А по участию вот звезд и так далее, есть у нас проект, сейчас мы тоже в работе, хотелось бы все-таки начать работу с ангажементом. Знаете, что такое, да? То есть, когда есть медийное лицо, актер, которого знают, в принципе, все, ну, многие, вот, и он берется в материал, который уже давно идет в репертуаре, может быть, даже ставится, не обязательно, чтобы давно шел, но материал, который и он знает, и актера знает, и мы этого актера просто привозим, он какое-то время играет, допустим, там, я не знаю, ну, в Вишневом саде, да, или там в Два берега одной победы. Без разницы. Вот и все. Но это определенный всплеск, опять же, рекламный ход для театра, то, что вот интерес новый какой-то появляется и так далее, и так далее. Тут много всяких нюансов, и те спектакли, которые, ну, на которые спрос более-менее, так сейчас зрительский, он гаснет, да, он раз и появляется в конечном итоге. По новой, то есть еще одна волна, и получается тот же материал, который, в принципе, казалось бы, уже все умер, он по новой начинает работать и приносить определенный доход для театра. А в этом году мы какую-нибудь звезду российскую увидим? Вполне возможно, потому что сейчас стоит вопрос как раз вот глобальных два проекта у нас, это «Капитанская дочка» и самый глобальный проект, который, наверное, за последнее время был. В конце года у нас в декабре должна состояться премьера по материалу о святителе Иннокентии. Вот как раз вот этот момент у нас там стоит. Ну, опять же, вы сами понимаете, что медийные лица, они требуют. Собирается в деньги. Определенные, да, вложения. Поэтому мы посмотрим. Такой вопрос. Вот вообще в советское время было характерно такое понятие, как цензура, то есть цензура кино, телевидение, соответственно, и в театре тоже. Вот на ваш взгляд, что более пагубно для, ну, так как вы представитель театра, для театра, это цензура или это вседозволенность? То есть, когда художник ставит подчас то, что зритель не понимает, не принимает. Вот я честно скажу вам, противник вседозволенности. К сожалению, вот под этим очень много чего грязного появляется именно вот. Вот. Ну, мне ближе театр, поэтому я говорю о театре, да. Зачастую, если, я думаю, то, что многие, кто выезжает за пределы республики, имеют возможность посетить тот или иной театр, столичный или какой-то провинциальный, без разницы. Но очень часто бывает, что, мягко говоря, на той или иной постановке пытаются вот эпатировать зрителя на публику. И приемы всевозможные, зачастую, ну, ниже пояс конкретно. Понимаете, если это обусловлено материалом, то есть берется пьеса, да, но там прописано, там по-другому никак. Если, допустим, там нужно обнажение, да, то есть открыть тело, допустим, да, что тоже может определенно повести, как бы, от зрителя определенную реакцию, да. Если это обусловлено, оно и пройдет хорошо, и об этом даже никто говорить не будет. Но это, если оно обусловлено, ну, опять же, с определенными какими-то эстетическими нормами, да, естественно, не без этого. Этика, она вообще не должна на сцене как-то уходить и забывать о ней. Вообще этого нельзя делать. Вот, опять же, к сожалению, ну, может быть, к лучшему. Просто сразу же у меня слова выплывают из последней нашей премьерной такой удавшейся постановки. Галадранцы и аристократы. Как все это аморально? Понимаете, так вот этого не должно быть. Чтобы это было действительно эстетически вкусно. Все-таки звание театра академического, оно определенную, как бы, планку... А у вас тогда кто цензор получается? Вот кто отсматривает и говорит, что вот это ниже пояс, это не надо ставить? Ну, существует художественный совет, и, в принципе, любой член художественного совета, он может дать заявку. То есть, будет собрание, и мы будем говорить о том или ином вопросе, если он стоит остро, да, вот, в качестве цензуры, да. Конечно, на сегодняшний момент в театре цензоров больше... Ну, это дело художественного руководителя, честно скажем, да. Пальцем на себе не буду показывать просто. Вот, но, тем не менее, просто, слава богу, как-то получилось, так и родители как-то меня воспитали нормально, да. И, вроде бы, как и образование высшее получило тоже не просто так. У нас были очень хорошие педагоги. Все-таки школа-студия на тот период еще имела очень хороший вес. И как-то определенную, как бы, эстетику, да, они нам заложили, то, что должно быть, да. Может быть, они больше, как сейчас модно говорить, олдскульные, да, то есть старые школы. Но, если вот брать вот этот период, когда вот все начали выкидывать, извините, когда со сцены и на русском мате все это было, да. Ну, вот этой грязи не надо. Вот это, да, это вот народ просто вот был от этого за какой-то вот стеной, и все это воспринималось, а, там, вот это вот все вот. А потом вот это вот все, от всего этого наелись и вернулись-то опять к чему? К Островскому, к Чехову, к Гоголю, да. И интересно вот посмотреть как раз вот старую школу, то есть это вот костюмированное представление, да, хорошую музыку, хорошую речь, диалоги. Вот так или иначе, видать, вот этот вот круг, как он у нас есть, вот круга воды в природе, да, вот он все равно замыкается и возвращается все равно в круге своя. То есть что-то искать того вот, должен быть русский театр, а у него есть своя эстетика и свои традиции, история, поэтому вот эта вот вся вот чернуха, о которой, к сожалению, сейчас очень многое часто говорят, потому что даже в той же творческой среде, да, именно театральной среде, сейчас очень много мнений. Ведь нет критиков, которые вот однозначно скажут, вот это вот хорошо, это плохо, да, у всех свое мнение критиков, сколько критиков, столько и мнения, да. А вот именно кто вот эти вот каноны поставил, что должно быть так, а не иначе, да, и поэтому и происходит вот почему вот это вот вне цензуры, да, вот это вот цензура, да. Вот, но я считаю, что здесь больше всего дело вкуса. Ну, конечно, это, в первую очередь, за это должен отвечать руководитель, это не сомнение. О, последний вопрос. Так, ну, у меня вопрос. А у вас нету в планах открытия, например, школы или студии для детей? Очень хороший вопрос. Есть, есть, конечно же, есть. Конечно, очень жаль, что в свое время был закрыт филиал школы-студии, честно скажу, очень жалко. Но, в принципе, филиал школы-студии дал возможность тому, чтобы появился актерский факультет в АГИКе. То есть плюсы тоже есть в этом. Вот, но у нас есть такая ниша, которая не заполнена. Это работа с подростками, не с детьми, а с подростками. Вот как раз вот эту нишу я и хотел бы, честно говоря, восполнить. Ну, все рамки открывать не буду, все вот эти вот задумки, планов. Но на базе, на базе русского театра, да, есть такие задумки, которые вот именно должны воплотиться в то, что будет и учебная сцена, и студия, которая будет как раз готовить не только кадры, которые в дальнейшем, да, могут уже работать у нас на сцене, да. То есть, скажем так, это первый шаг для них. Но и для общего развития, ведь к нам очень часто родители, папа, мамы обращаются с тем, что вот мы бы хотели бы вот раскрыть, раскрепостить нашего ребенка, вот чисто вот он сжат, и там, что он на публике вообще там не говорит, ничего связано не может. Почему и нет? То есть и для этой именно вот ниши тоже, я думаю, очень востребованным будет подобная студия. Ну вот, продолжая вопрос Туяра, я знаю, что у нас в городе есть частные театры, когда взрослые люди просто собираются, и, ну, вместо кто-то ходит танцевать, кто-то на коньках катается в Ледовом дворце, а определенная, оказывается, есть люди, которые взрослые, абсолютно стоявшиеся, там, у них своя работа днем, а вечером они идут и ставят спектакль. Вот к таким увлечениям как относитесь, и не хотелось бы это как-то, ну, не под контроль, а под крыло свое взять? Знаете, вот, честно скажу, положа руку на сердце, да, мне подобные вещи всегда нравились, потому что, ну, если человек может найти, причем состоявшийся человек, да, может найти время для подобных вот занятий, но это здорово, на самом деле, это значит, что тут уже что-то есть, и я думаю, что с такими людьми можно найти и общий язык, и какие-то новые проекты совместные продумать, почему нет? Если будет, а я думаю, будет в любом случае зрительский интерес, потому что это уже сам по себе проект такой интересный. Вы ВКонтакте? Я везде, и ВКонтакте, и не только. Нет, в СБУКе? Ну вот я помню, в прошлом году же Фейсбуковцы уже ставили тоже в театре. Они его переболеты ставили, да, тоже наблюдал как раз, потому что в соцсети, по-моему, там все об этом все написали и показали. Довольно-таки интересный проект получился. И действительно, такие проекты, они коммерчески будут выгодны, в любом случае, и они будут окупаемы. Ну, опять же, если у людей есть на это время. Ну, вы как руководитель учреждения... Я могу пойти навстречу... Предоставить площадку, да это возможно? Таким обществом, а почему нет? Ну, не в том плане, что вот возьмите площадку и вперед. Нет, но, к сожалению, здесь есть тоже несколько нюансов. Дело в том, что и сам театр, да, он связан обязательствами определенными, то есть есть план определенный, есть госзадания, то есть есть расписанная площадка и так далее, есть определенное количество постановок, которые мы должны совершить, есть определенное количество спектаклей, которые мы должны поставить, есть то, что мы должны показать, есть определенное количество зрителей, которые должны пройти, да, и так далее, и так далее. То есть коэффициент и показатель, ну, это у всех сейчас. Вот, но задействовать в своей постановке, скажем так, вот людей именно вот из театрального кружка или как я не знаю хотя опять же вот смотрите вот мы так или иначе круг замыкается ведь театр вышел из кружка любителей музыки и литературы изначально вот что в этом есть не ответили на просто это возможно лишь возможно я наоборот сказал по моему сразу туда почему нет завершая наш сегодняшний разговор четыре коротких вопроса и четыре короткие хотела ухты да нет ответа можно чуть подольше давай какое человеческое качество вы цените более всего вот знаете наверно трудолюбие трудолюбие и сама отдача какое считаете самым отрицательным отрицательным я такой красивый любите меня если бы у вас была возможность изменить какое-то ранее принятое решение совершенный поступок чтобы изменили вот такие вопросы я не люблю честно скажу когда мне говорят хотели бы поменять что-то своей жизни я говорю нет и вспомните самый счастливый момент своей жизни самый счастливый рождение мое это был александр лобанов александр спасибо что пришли спасибо